В имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Бог в помощь, братья и сестры. Уважаемые зрители, здравствуйте. Константин Юрьевич, сможет ли, на ваш взгляд, Трамп изменить американскую политику? О нем столько говорят и спорят, но до сих пор трудно понять, кто он такой на самом деле. Все-таки нам выгодно, что Трамп стал президентом США или нет? Я думаю, что нам нужно развивать и выстраивать свою политику, и дипломатическую, и военную политику. Вообще, совершенно не обращая внимания на хороший Трамп или плохой, надо исходить из того, что есть Соединенные Штаты Америки, они обладают определенным потенциалом военным, экономическим, информационным. И этот потенциал может быть применен против нас. Все. И опираясь именно на это предположение, выстраивать уже конфигурацию своих вооруженных сил, информационных там средств, ну и так далее, и так далее, и так далее. А что касается Трампа, то вообще, на самом деле, насколько он там умен, насколько он диспособен в качестве президента, это вопрос открытый на сегодняшний день, понимаете? Сумеет он реализовать свою политическую стратегию или не сумеет? А есть она у него или нет? Это пока вопросы без ответов, понимаете, какая штука? Ну, да, Трамп, он удачный бизнесмен. И, кстати говоря, себе министром иностранных дел, да, то есть госсекретарем, он взял тоже еще одного удачливого бизнесмена, Рекса Тилерсона, да? То есть вот один миллиардер взял там второго мультимиллионера. Они, так сказать, примерно, так сказать, в одинаковой среде сложились как личности, понятно. Но, понимаете, бизнес и политика очень разные вещи. Вот, например, история России, да, она вообще не знает ни одного случая, чтобы бизнесмен удачно перешел в область политики. Это очень разные области, они построены по разным, так сказать, лекалам, ну, что ли, разные механизмы там внутри действуют. Ну, правда, нужно сказать, что в отношении Соединенных Штатов тут все-таки этот переход может быть более мягким, потому что Соединенные Штаты Америки, по большому счету, это вообще не государство, это корпорация. Это некое совместное предприятие, созданное для извлечения максимальной прибыли. Ну, а проще сказать, так сказать, для ограбления всех, кто под руку попадется. И пока, значит, это вот совместное предприятие, оно приносило всем доход. Там миллионеры становились мультимиллионерами, мультимиллионеры становились миллиардерами, а средний класс мог покупать себе машины, ездить в отпуска и, так сказать, с каждым годом повышать тоже свое качество жизни. Это всех устраивало. И в этой ситуации, так сказать, вопрос о политической эффективности президента и его администрации не вставал. Но в условиях падения уровня жизни в США, а уровень жизни в Соединенных Штатах Америки, он падает стабильно последние, там, ну, 9 лет. То есть, реальная покупательная способность, вот посчитали тут недавно американцы сами, что реальная покупательная способность средней американской зарплаты сегодня примерно такая же, как она была в 1957 году. Реальная. То есть, на среднюю американскую зарплату сегодня можно купить примерно столько же, сколько можно было это сделать в 1957 году. Понимаете? И понятно, что как только рост благосостояния, прибыли прекратился, так сразу обнажились все внутренние противоречия в этом механизме. И вот в этих условиях, когда уровень жизни населения в среднем снижается, кто-то продолжает богатеть, конечно, но в среднем уровень жизни населения снижается. Соединенные Штаты могут просто не уцелеть, развалиться. Кстати, я понимаю, что сейчас скажут, да вы нам предрекаете, что США развалятся уже 50 лет, а одно и то же твердить. Но посудите сами, я сейчас буду приводить примеры из американской же прессы. Кстати, пресса американская, крупнейшие ее представители, CNN, New York Times и другие, они превратились по отношению к Трампу в коллективное эхо Москвы. То есть, они мочат Трампа, ну вот как на эхо Москвы зайдешь, и там все, значит, кровавая гыбня, значит, Путин во всем виноват, тра-ля-ля, ля-ля-ля-ля, все эти унылые запевы, но они там сплошняком. Вот CNN, New York Times в Америке, это такое коллективное эхо Москвы. Они мочат Трампа просто на отмашь. Вот только за февраль примеры. Например, смотрите, есть такое издание УИК. Значит, оно пишет. Президент Трамп, воображающий себя деловым и таким же жестким лидером, как Путин, на самом деле глупее всех остальных американских президентов. Он думает, что сможет договориться с Путиным. Он думает, что русские помогут Америке в борьбе с исламским терроризмом. Но это дурацкие мысли. И наш президент дурак. Кстати, Трампа гасят не только англоязычные СМИ. Вообще, либеральные СМИ по всему миру, они, так сказать, в одну дудку все время дуют. Вот, пожалуйста, пример. Португальская публика называется издание. Значит, статья написана. Американский локомотив сошел с рельсов. Вот в этой статье говорится следующее. Параллели между Трампом и Гитлером уже стали общим местом. Но его можно сравнить не только с Гитлером, но и со Сталином. Есть одна ключевая деталь, которая делает Трампа похожим на Сталина. Никто не знает точно, чего он хочет. Никто не может объяснить смысл его слов. Любые отношения с Трампом непременно оборачиваются попытками угадывания, которые предпринимаются сначала его помощниками в Белом доме, потом Конгрессом и судьями, а затем распространяются в среде журналистов и комментаторов. В конце концов, догадками мучается каждый отдельный гражданин и житель США. Но весь мир не может ждать, пока американцы поставят свой локомотив на рельсы. Ну, это еще, кстати, не самые жесткие примеры. Там можно подобрать и гораздо более хамской выпады в адрес Трампа. Но это ладно, это как бы внешнее давление. А что еще более опасно, внутри собственной администрации у Трампа сидит такая огроменная пятая колонна. То есть, нашим либералам такое не снилось, такое счастье. Наша пятая колонна, она такая дохлая, скукоженная, вот пасется на этих чахлых полянах эхом Москвы. А у Трампа в собственной администрации. И что самое-то главное, гнездом этой пятой колонны являются американские спецслужбы. То есть, ее возглавляют высокопоставленные чиновники ФБР, ЦРУ. У Трампа вообще давний конфликт со спецслужбами. И сейчас он вообще выходит за всякую, так сказать, возможную грань. Но вот недавно состоялась отставка помощника по нас в безопасности, Флинна. То есть, он три недели всего пробыл. Трамп его назначил, три недели он пробыл, и Трамп его уволил. Почему уволил? А потому что спецслужбы прослушивали его телефон, этого Флинна. И слили этот компромат на этого Флинна тем же самым коллективным американским эхом Москвы. Смысл заключается в том, что там этот Флин, он когда разговаривал с нашим послом, с Кисляком, они обсуждали так очень поверхностно, но коснулись вопросов санкций. Флинн сам поднимал этот вопрос. А потом, когда информацию об этом слили, и начали пытать вице-президента Пенса, тот обратился к Флинну и сказал, ты говорил на эту тему или нет? И Флинн счел за лучшее, так сказать, нет-нет, я не говорил. И Пенс, опираясь на эти слова Флинна, сказал, да нет, ничего не было. Но, оказывается, ФБР вело запись этих разговоров. ФБР. И, по сути дела, ФБР начало шантажировать собственного президента. Потому что было сказано, что мы сольем эту запись средством массовой информации. И будет грандиозный скандал. И Флинн тогда сказал, нет, все, я ухожу. И вынужден был уйти. А утечки содержания разговоров Трампа, телефонных разговоров с лидерами, с Путиным, с премьер-министром Австралии, с канадским премьером. Ну, мыслимое ли это дело? Это же как бы вообще грифуется, так сказать, самым высшей степенью секретности. Переговоры, частные переговоры, неформальные, неофициальные, да, лидеров государств. И эта информация сливается в прессу. Вообще, похоже, что Америка пошла в разнос. Вот интересно, там есть такое издание, The Daily Caller. Так вот, оно опубликовало подборку мнений авторитетных ветеранов спецслужб. Вот, например, полковник Джеймс Воришак. 30 лет службы военной разведки и Совете национальной безопасности. Вот он так прокомментировал эту ситуацию. Еще никогда мне не приходилось видеть, чтобы разведслужбы в таких масштабах использовали разведывательный аппарат и специальную тактику в политических целях против сотрудника действующей администрации. Еще один ветеран спецслужб 24 года проработал в руководстве элитного подразделения службы тайных операций ЦРУ. Фредерик Растман, он говорит следующее. Клинки обнажены. Пресса с помощью утечек из спецслужб поставила задачу сместить Трампа. Не удивлюсь, если Вендетта не даст Трампу даже досидеть до конца своего первого срока. История с Флинном это просто Вендетта. Короче говоря, прежде чем судить о Трампе, нужно, чтобы он там у себя порядок навел. Потому что на сегодняшний день там вообще ничего невозможно понять. Невозможно понять, кто за что отвечает. Невозможно понять, какая линия в каком-то политическом направлении будет проводиться. Невозможно понять, кто будет принимать стратегические решения. Ничего этого пока не сложилось, не состоялось. То есть там идет такая ожесточенная внутренняя грызня. Я так думаю, по большому счету, что чем дольше она будет идти, тем для нас лучше. Пусть все грызутся. Пусть чай себе грызутся. А мы тем временем будем тихо, мирно заниматься своими делами. Усиливать свое влияние. Дипломатическое, политическое, военное и иное. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...